Всем здорово дорогие друзья, с вами Даваска, как и обещал, вторая оценка предновогодней, вообще последний видос в этом году, и как и обещал, оцениваю вторую группу финалистов, и сегодня мы уже поймем те самые 20, либо же чуть больше счастливчиков, которые пройдут в финал. Всем приятного просмотра, всех с наступающим Новым Годом, всем приятного просмотра еще раз, кто кушает, там салатики, не салатики, у кого Новый Год уже наступил, всем, короче, приятного просмотра, погнали! Друзья, у меня в группе ВК прямо сейчас проходит конкурс на полторы тысячи алмазов, с максимально простыми условиями, обязательно участвуйте, ссылочку оставлю в описании. Итак, первый подписочник на сегодня это Уолкер. Получается, надо мне открыть сетики, в которых они были в полуфинале, но сразу же могу сказать то, что сетик, конечно, неплохой для обычной, возможно, оценки. Я бы поставил 9 из 10 из-за тапочек, но у него получается, во-первых, сланцы, во-вторых, ну, это не считается футбольный футбол, но все же. Этому сету ставим 7 из 10 и оцениваем следующего. Следующий подписчик имеет вот такой вот замечательный сетик, тут каждая шмотка с разного набора, все идеально сочетается, с удовольствием ставлю ему 10 из 10 и пропускаю в финал. Следующий подписчик имеет вот такой вот женский симпатичный сетик, мне нравится. Так, ну теперь идеально, правильно, эмейк. А, эмейк. Амаки. Амаки. Ну, амаки так амаки. Так, кроссы дефолт, кроссы не дефолт. Замечательный фиолетовый сетик. С удовольствием ставлю 10 из 10 и пропускаем его в финал. Следующий это доктор. Он имеет вот такой вот замечательный сетик. Конечно, кроссы такое себе, можно было бы чисто белые, но чисто белые это скучно. Поэтому ему с удовольствием ставлю 10 из 10, а у него зимрадок не подходит под сетик. Поэтому, к сожалению, 9 из 10 и идем дальше. Следующий подписчик имеет вот такой вот замечательный фиолетовый сетик. Опять же, даже питомца подобрал. То есть, он уже в курсе, какие сеты нужны будут в финале. С удовольствием пропускаю его в финал и оцениваем следующего. Следующий это плюшка. Она имеет вот такой вот прикольный женский сетик. Коса, кстати, замечательно подходит под сет. За нее, кстати, в отборочных очень сильно протопили, чтобы она прошла в полуфинал. Ну и сейчас я могу сказать, что она спокойно проходит в финал. Потому что подобных женских сетиков я не встречал. Все очень замечательно смотрится. С удовольствием ставлю 10 из 10. Следующий это Геро. Вот такой вот у него прикольный, опять же, женский сетик. Питомец, скинчик на оружие. Все идеально смотрится. Мне нравится. Ставлю 10 из 10. И пропускаем его в финал. Следующий это Радикал. Также он участник моего телеграм-канала. Поэтому не забывайте подписывайтесь. Там очень весело. Все очень круто. Ссылочка будет в описании. Шикарный, не дефолтный сетик. Все идеально подходит. И также катана. И немаловажная питомица в цвета сета. Поэтому 10 из 10. Вроде бы я его уже заскринил. Вроде бы нет. Но давайте на всякий случай еще раз скриншотик заделаем. И будем оценивать следующего. Следующий у нас чувачок без ника. Вот такой вот у него замечательный сетик. Опять же, не дефолтный. Я таких сетов вообще не встречал. В принципе, это именно то, что я и ищу в этой рубрике. Замечательный сетик. Также он состоит в гильдии FTP Style. Если вы вдруг шарите за сеты. Именно за дефолтные шмотки. И умеете собирать что-то красивое. Либо же имеете хороший склад. И хотите научиться. Вступайте в телеграм-канал. Пишите дану. То, что хотите, вступите в его гильдию. И в принципе все. Следующий подписчик имеет вот такой вот замечательный сетик. Я уже изначально подумал то, что маска и прическа с одного и того же сета. Но нет. Вот такой вот у него замечательный сетик. Возможно, возможно, кроссы баскетболиста, либо же с набора BTS смотрелись лучше. Но и эти смотрятся замечательно. Поэтому ставим 10 из-за 10 и оцениваем следующего. Следующий подписчик имеет вот такой вот замечательный сетик. С этим плачом очень сложно что-то собрать. Но у него это красиво получилось заделать. Поэтому с удовольствием ставлю ему 10 из-за 10. И пропускаю в финал. Следующий подписчик это Nike. Вот такой вот у него замечательный сетик. Мне все нравится. Конечно, курточка слишком огромная. Вроде бы объемных штанов в игре именно черно-желтых нету. Либо только со второго пропуска. Но именно с этой курткой они смотрятся так себе. Поэтому я думаю, что его можно пропустить в финал. И пойдем оценивать следующего. Очередной. Ну, можно даже сказать, что он вроде бы не модератор. Но участник. Это Олд моего телеграм-канала. Вуду. Вы все его знаете. Великолепный человек. Собирает великолепные сеты. Мне даже нечего и добавить. Потому что сет просто шикарный. С удовольствием. С великим удовольствием. Ставлю этому замечательному игроку и человеку 10 из 10. И оцениваем следующего. Следующий очередной. Это Go Go Ho. Вот такой вот у него замечательный сетик. Вроде бы что-то подобное мы уже видели. Где анимация идет что на прическе, что на торсе. Великолепнейшее сочетание. Мне все нравится. Этому сету с удовольствием ставлю 10 из 10. Жду великолепнейший, еще лучше сет от него в финале. Ну а мы переходим к следующему полуфиналисту. Кстати, это очередной участник гильзии FTP Style. Так что я думаю, что в следующие разы, когда я буду видеть эту гильзию где-то на оценках, то можно будет автоматом ставить 10 из 10 всем участникам. Потому что уже третий вроде бы участник этой гильзии на оценке. Опять же великолепный сет. Мне все нравится. Естественно 10 из 10. И переходим к следующему. Писчик имеет вот такой вот сетик. В принципе, если бы торс был бело-красный. Ну, во-первых, маска это один и тот же набор. Нет. Тут-то нету прически и маски. Тут, в принципе, если бы он под паранг и торс подобрал бы сетик наподобие Гугохо. Или кто там заделал, вроде бы он. То было бы круто. А так 3 за 10 и оцениваем следующего. Следующая это Вишневская. Вот такой вот у нее замечательный сетик. Вроде бы каждая шмотка с разного набора. Очередной, кстати, женский. С удовольствием пропускаю ее в финал. И жду не менее замечательный сет в финале. Следующая это Гигангстер. Вот такой вот у него сет. Кстати, очень-очень замечательный. Желто-зеленый. Желтые и зеленые цвета, что в жизни, что в игре, замечательнейшим образом сочетаются. Великолепный сет. Просто великолепный. Мне нравится. Я прямо восхищен этим сетом. Смел одеться эти за 10. Вроде бы торс и штаны с разных наборов. После оценки я это проверю. А пока 10 за 10 и переходим к следующему. Последние 5 человек. Вот такой вот сетик у данного игрока. Как по мне, штаны под этот торс можно лучше подобрать. Это первое. И второе, масочку тоже можно лучше. Если бы торс был в фиолетовом, и сетик был бы в фиолетовом сетиле, то было бы лучше. Плюс прическа. Но обычная белая, можно было бы какую-нибудь, либо черную, либо оранжевую. В общем, 9 из 10 и переходим к следующему. Следующий у нас это Артем. Вот такой вот у него сетик. Прическу можно было бы фиолетовую, но именно в этот сет, именно с фиолетовым, прическа тоже идет не чисто белая, а фиолетовая. Поэтому шикарно. И ему тоже ставим 10 из 10 и пропускаем его в финал. Вот такой вот сетик у этого подписчика. В принципе, он голый, прикольный. Вообще, если бы я оценивал не полуфиналистов, а обычную оценку, я бы очень восхитился этим сетом. Да, он прикольный, но лично мне такое не нравится. Поэтому 9 из 10 и проходим дальше. Последний сетик на сегодня. Так, ага, я подумал то, что прическа и маска с одного и того же набора, но нет. Очень красивое сочетание, мне нравится, прям с кайфом. И также скин на оружие в цвет общего сета. Великолепно, 10 из 10. Последний на сегодня. Каким-то чудом Сеня попал еще раз в оценку. Он в финале, в отборочных что ли, был два раза. Ну ладно, если это чудо, то в новый год чудеса случаются. Он поменял кроссы, все великолепно. Ставим в М10 из 10. И теперь самое интересное. Нужно посчитать, сколько мы выбрали для финала. И отсеять те сеты, которые менее симпатичные. Приступаем. Итого получилось 33 сета. Это очень много, хотя бы 11 нужно отсеять. Ну ладно, не 11, давайте хотя бы 9. Приступим. Вот такой вот сетик. Пока можно подумать. Вот этот замечательный, его точно оставляем. Вот этот более дефолтный, поэтому, к сожалению, минус. Его точно оставляем. Этот тоже, по сравнению с другими сетами, такое себе. Его оставляем. Дана, конечно же, оставляем. Тамиоку оставляем. Филиона. Я бы подумал, потому что тут более распространенные шмотки. Кайна. А, Рейна 100% оставляем. Оставляем лучшего. Вот тут я тоже пока подумаю, но думаю, что оставим. Пирамидыча оставляем. Горизон, да. Уф, да вроде бы можно и оставить. Дальше Ислам. Вот тут я думаю, что, ну не знаю, кроссы синенькие. Как по мне, белые кроссы смотрелись бы лучше. Но пока тоже давайте оставим. Дальше, к уроку. А каким боком я его пропустил, когда тут... А, это не то. Это мне кидали скрин. Это другое. Визли. Вот такой вот сетик у него оставляем. Дальше, Амаки. Ну, тут тоже оставляем. Тут все симпатичненько. Тут тоже. Герыча тоже. Радикал. Он без ника. Вот этот сет. А я даже не знаю больше, кого и убирать. Остальные все сеты мне нравятся. Я даже без понятия, кого... Ладно. Давайте в честь Нового года все те, кто остались, их всех пропускаем в финал. Вот просто всех. Те два или три сета, которые вы были, ну уж извиняйте. Потому что, по сравнению даже с этим сетом, у вас чуть-чуть хуже. Поэтому, от всех полуфиналистов, которых вы сегодня увидели, жду новые сеты. Самое еще важное, это прическу с королевского фиолетового в финале использовать нельзя. И все. Остальные правила все остаются. Также, самое важное, это в финале скин на оружие и питомец должны быть в цвет сета. Кулаки использовать можно. И если вдруг у вас не будет питомца, то это тоже не считается. Потому что питомец и оружие в сете должны быть обязательно. Кстати, пока я это говорю, давайте-ка еще раз быстренько пробежимся. Посмотрим, все ли выполнили условия по оружию. Потому что я мог заболтаться в оценке. И не просмотреть за всеми. Тут тоже все четко. Двушка. Она бирюзовая. Ислам, прости, братишка, к сожалению, ты минус. Дальше, все идеально, все идеально, все тоже хорошо, все тоже хорошо, великолепно, идеально, ну и тоже. Все. Все люди, которых вы сейчас увидели, они попадают в финал. Финал уже будет в новом году. Когда? Я не знаю. Оповещу обязательно всех и в телеграме, и в сообществе на ютубе. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и да пребудет с вами скилл.